Итак, у нас было с вами введение, в котором мы говорили о том, что такое инфраструктура, как код. Мы установили затем Puppet сервер, и сейчас будем устанавливать Puppet агенты. На самом деле это действие довольно-таки простое. В этом плане инструкция на сайте Puppet очень понятная, я вам ссылку дам. Мы с вами просто пройдем этот этап, чтобы у нас не было пробелов в курсе изучения Puppet, и уже со следующего занятия начнем непосредственно его использовать и понимать, в чем его преимущество. Презентация у меня совершенно короткая, в один слайд. У нас с вами есть уже Puppet сервер слева Ubuntu, 14.04 операционная система на нем. Мы установим сейчас два Puppet агента, на Ubuntu 16 и на CentOS 5, просто для того, чтобы у вас было понимание о том, что и на старые версии можно точно так же ставить Puppet агенты. Опять же, после того, как мы установим Puppet, уже никакого значения не будет иметь, какая у вас операционная система установлена на агентах. Вам не нужно будет знать вот эти индивидуальные различия в операционных системах, потому что мы будем работать, используя Puppet, а Puppet у нас будет передавать настройки как код и сам уже разбираться с тем, какая операционная система на агентах. Чтобы установить агенты, нам нужно будет добавить репозиторий. Для всех систем, которые используют apt, то есть Debian подобные, это https apt.puppetlaps.com. Для всех операционных систем, которые используют Ume, то есть всякие Red Hat подобные операционные системы, это у нас UmePuppetLaps.com. На картинке у меня особое внимание уделено тому, что у нас на всех системах должно быть установлено точное время. Я этот шаг сейчас с Puppet-агентами пропущу, но вы имеете в виду, что на них я точно так же буду настраивать точное время, как и на Puppet-сервере. В инструкции на Яндекс.Диске я сейчас тоже это все укажу. Далее нам нужен открытый порт 81.40. Так как у нас лабораторная среда, я просто выключу фаерволы, но вы имеете в виду то, что вам нужен открытый порт 81.40 в обе стороны. И еще один момент. Нам нужно, чтобы наши Puppet-агенты видели имя Puppet-сервера. Если у вас это все сервера в интернете, вам нужно создать просто узел А какой-то там у вас на DNS-серверах, в управлении именем, и тогда у вас агенты будут все видеть. У меня сейчас лабораторная среда, я не хочу ковыряться в своем интернет-маршрутизаторе, настраивать на нем DNS, поэтому я просто в хостах пропишу имя моего Puppet-сервера в DevOps. У меня в реальности эта задача немножко сложнее происходит, потому что, например, на последнем проекте у меня все узлы находились в закрытой VPN-сети от MTS, соответственно, на них не было никакого интернета. Мне пришлось на моем Puppet-сервере еще создавать репозиторий пакетов и для Ubuntu, и для CentOS, чтобы у меня Ubuntu и CentOS могли скачивать пакеты с моего Puppet-сервера. Но это, я думаю, вынесу в отдельный урок, в практический плейлист буквально на днях, и там покажу, как создавать репозиторий пакетов. У нас на всех узлах будет выход в интернет, поэтому здесь этой такой трудности не будет. Опять же, в моем практическом случае, опять же, у этих машин не было выхода в интернет, поэтому мне пришлось еще и сервер точного времени на Puppet-сервере разворачивать, ну, что тоже задача довольно-таки банальная. Итак, переходим сразу на Ubuntu 16 и начнем с нее. Сейчас мы просто как роботы выполним несколько действий, вы их все равно будете понимать, а потом уже начнем разбираться с нюансами. Значит, для начала мне нужно, чтобы мои узлы видели мой сервер по имени, потому что у нас все обращение будет проходить через сертификаты. Поэтому я сразу в хостах пропишу айпишник и имя своего сервера. Сервер у меня имеет айпишник 10.0.1.6, и я его назвал DevOps на прошлом занятии. Сохраняю. Сразу давайте я проверю пинг до нашего девопса, и вижу, что пинг идет, все в порядке. Опять же, подчеркиваю, сейчас нужно настроить точное время, я этот шаг пропускаю, потому что он банальный. Значит, нам нужно с вами посмотреть, какие нам нужны репозитории. В мануале по Puppet, по последней версии, в ссылке «Installing Puppet Agent» у нас все вполне себе понятно расписано. У нас здесь написано, что если мы хотим ставить на системах с юмом, нам нужно переходить на этот сайт. Сейчас у нас с вами Ubuntu, это система с apt, поэтому переходим на сайт apt-puppet-lab. И смотрим, какой нам нужен пакет. У меня Ubuntu 16, значит, мне нужен вот этот вот зенайл. Puppet Labs, релиз PC1, вот этот вот пакетик мне нужен. Я могу взять и сохранить адрес ссылки и скачать его на мою Ubuntu командой vget. Вот он его спокойно скачал мне в домашнюю папку. Теперь мне нужно с правами суперпользователя установить. Это информация о репозиториях. Так, только у меня не то скопирован. Вот он, знайл. Установил информацию о репозиториях. Все то же самое, что мы делали с Puppet сервером. Обновляю информацию о репозиториях, после чего устанавливаю Puppet Agent. Upget install Puppet Agent. Все очень просто. Отлично, Puppet Agent установился. Я могу сразу изменить файл его конфигурации. Точно такой же файл, как был у нас на сервере. ETC, Puppet Labs, Puppet, Puppet.conf. И здесь сейчас у меня ничего нет. Мне нужно вписать точно так же, как я делал до этого, информацию об Ubuntu Agent. Поэтому я говорю, что у меня будет секция Agent в квадратных скобках, и мой сервер будет называться DevOps. На сервере мы еще писали имя сертификата. Мы здесь этого делать не будем, потому что у нас автоматически агент возьмет для имени сертификата полное имя моей машины. Если бы я хотел, чтобы у этой машины имя сертификата отличалось от ее имени, здесь бы я вписал еще в конфигурационный файл дополнительную строчку. Но мы сейчас по минимуму все запускаем, чтобы у нас все заработало. Файл конфигурации будем менять позже. Точно так же, как мы делали до этого. Теперь запускаем Puppet. Не забываем в начале SuperUserDo. Теперь Puppet-агент у меня запущен. Иду на Puppet-сервер. Вот я нахожусь на Puppet-сервере. Мы с вами в прошлый раз, кстати, не посмотрели, какая у нас версия Puppet. Сейчас сделаем вот так вот Puppet-version. И он показывает, что версия 4.8.1 последняя. Так вот, команда, которую мы в прошлый раз с вами смотрели на Puppet-сервере, это покажи мне все сертификаты. И он показывает то, что у меня теперь появился неподписанный сертификат UBSRV. Это имя моей машины Ubuntu, на которую мы сейчас установили агент. Для того, чтобы его подписать, я могу сказать cert-sign, могу сказать all, чтобы он подписал все сертификаты, если у меня их здесь несколько, могу указать вот так вот по имени моего сервера. Прекрасно, он подписал сертификат, возвращаюсь на Ubuntu-сервер. На моем Ubuntu-сервере выполняю команду Puppet-agent-test, который проверяет связь с сервером. Он автоматически сразу думает, что он находится в среде прот, все проверяет и за одну сотую секунды все выполнил. Прекрасно, Ubuntu у нас подключено, про нее можем забыть. Переходим к Центусу. Для Центуса нам нужно точно так же посмотреть, где находится информация о репозиториях. Информация о репозиториях на сайте Puppet Labs у нас указано, что для UMP пакетов это UMPuppetLabs.com. У меня пятый Центус, поэтому мне подойдет вот эта вот информация о пакетах. Если вы вдруг решите создать репозиторию себя, вы переходите здесь по ссылкам, скажем, для того же самого пятого Центуса. И здесь находите для своей архитектуры Центусов. Можете и там, и там пакеты, допустим, для 386-го. И скачиваете нужную вам версию RPM пакета. Можете просто скачать сразу и установить себе пакет из RPM. Мы с вами идем правильным путем. Мы прописываем информацию о репозиториях и скачиваем автоматически последнюю версию Puppet, и потом еще сможем обновиться. Если у вас нет нужды скачивать автоматически, обновляться, вы можете просто отсюда напрямую скачать пакет и поставить его себе на нужный вам Центус. Значит, мы с вами должны точно так же воспользоваться вегетом. Я, насколько помню, у меня здесь даже нет вегетов 5.11 Центусе, поэтому я его попробую поставлю сразу. Да. Теперь я могу спокойно скачать информацию о репозиториях. Сразу же эту информацию установить. Команды RPM-UVH. Отлично. И точно так же сразу поставить Puppet Agent. Если вы это будете делать из своего собственного репозитория, возможно, потребуется зависимость. В частности, у меня для Центуса 5.11 нужно было скачивать какие-то дополнительные библиотеки. Но это вы все увидите, если пару раз повозитесь вручную на своих реальных средах и добавите в свои репозитории, если у вас нет интернета, нужные пакеты. У меня так репозиторий за недельку хорошенечко наполнился пакетами, наверное, ну 30-40 пакетов у меня там появилось. Для Центуса пакет, к слову, весит больше, чем для Ubuntu. Для Ubuntu он нам, по-моему, писал то, что он скачал 15 мегабайт, который затем распаковал в 90. Здесь он скачивает аж 40 мегабайт. Отлично, все установилось. Точно так же я редактирую файл конфигурации Puppet. Вот он. Дописываю информацию о том, что у меня есть агент. Так как у меня здесь, опять же, никто не знает о том, где находится сервер с таким именем, мне нужно заменить, добавить, точнее, не надо Supervisor. Ну, я же от имени рута. Добавить строчку об IP-шнике этого сервера. 10.0.1.6. Сервер у меня называется DevOps. Сохраняю изменения. Прекрасно. Теперь, как минимум, я вижу имя сервера. Точно так же самим Puppet запускаю его самого. Говорю, чтобы он поставился в автозапуск и сейчас начал работать. Опять же, оправляюсь на сервер мой Ubuntu. Проверяю наличие сертификатов. Вижу то, что появился CN3.vbox. Могу сказать, подпиши просто все сертификаты. Сайно. Только all нужно написать с двумя слышами, если не ошибаюсь. Отлично, он подписал новый сертификат. Возвращаюсь на CentOS. И выполняю ту же самую команду Puppet Engine Test. Все моментально выполнилось. У нас готовы Ubuntu и CentOS. С практической точки зрения, это не самое полезное видео. Потому что мы с вами просто прошли по тем шагам, которые уже есть вполне себе доступны мануали. Ну, вы хотя бы теперь наглядно видите, как у нас скачиваются репозитории. Устанавливается информация в этих репозиториях. После чего мы скачиваем, устанавливаем пакеты и проверяем связь с сервером. Подчеркну еще раз. Я не открывал сейчас порты, потому что у меня на всех машинах выключен Firewall. И я с вами не настраивал сервер точного времени, потому что у меня машина только что установлена. И у них есть связь с интернетом. Они автоматически и так с интернетом синхронизируются. Но вам нужно об этом не забыть в ваших реальных средах. Продолжение следует...